Чтобы остановить рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Иркутской области, принимаются разные меры. На покупку лекарств от ковида из федерального бюджета при Байкалье выделили почти 90 миллионов рублей. Однако, многие беспокоят то, что уже 16 ноября школы региона возобновляют очное обучение. Какие меры безопасности планируют внедрить в учебных учреждениях, расскажем далее. Аптеки и склады, а точнее наличие в них препаратов для лечения ковида, сейчас под пристальным контролем в Иркутской области. Проверки проводят профильные ведомства. Свой мониторинг организовали и депутаты законодательного собрания региона. Собирать информацию помогают волонтеры. Сегодня на штабе по предупреждению распространения коронавируса при областном парламенте озвучили новые результаты. Ситуация по сравнению с концом октября выравнивается, но проблемы есть. Сейчас в крупных городах ситуация более-менее стабильная. В аптеках примерно в половине из посещенных есть препараты. В малых городах и поселках ситуация чуть хуже. Работники аптек при их опросе проговаривают, что препараты в аптеках поступают, но быстро раскупаются. Решать проблему в регионе будут комплексно. Во-первых, во всех районах планируют создать месячный запас нужных медикаментов. Во-вторых, амбулаторные больные, у которых подтвержден ковид, лекарства будут получать бесплатно. На это в регион направят из Москвы почти 90 миллионов рублей. Алгоритм получения препаратов разработан. Но важно, как подчеркнули парламентарии, чтобы он работал без сбоя на практике. Предотвратить сбои из-за массовых болезней важно и в обучении школьников. Споры о форме занятий, дистанционный или очный вариант, идут на всех уровнях. Единого мнения нет. Но все депутаты настаивают на тотальном соблюдении мер эпидемиологической безопасности при организации образовательного процесса. Депутаты провели мониторинг доступности дистанционного обучения и полученные результаты сегодня обсудим. С другой стороны, конечно, без дистанционного обучения сейчас не обойтись, когда среди педагогов так много заболевших и тех, кто находится на самоизоляции. Давайте обсуждать и смотреть лучшие практики в других субъектах Российской Федерации, ну и выходить с собственными инициативами, чтобы помочь нашему образованию сохранить здоровье учителей и школьников, а также дать качественные знания детям на удаленке. При этом важно вести разъяснительную работу. Одним из действенных инструментов в этом случае, как подчеркнул спикер областного парламента, может стать единый колл-центр по вопросам ковида. Сейчас этот вопрос решается в регионе. Олег Федоров, Виктор Черкашин. Новости по будням.